Всем привет! Ещё раз дополняю видео по шаровым опорам из рычагов BMW E46 передних. Дополняю какого плана? Вот опора из спортивного рычага S338. Выбивается вот сюда, с таким потаем, то есть сюда вверх. А вот эта опора из обычного рычага, рычаг Febi. Завальцовку я срезал, немножко здесь другой рычаг и шаровая вот такого плана. То есть она мягкая, вот эта резинка находится вот так вот внутри. И вот эта шаровая там стоит. То есть по сути шаровая является тоже неким демпфером и смягчает работу подвески. Почему и отличие спортивных рычагов, что более чёткое управление. Также и когда сайлентбоки здесь более жёсткие, то управление более чётко, руль сразу реагирует. Ещё от рычага я заметил какое. Скажу, в рычагах, не знаю, то ли это только Febi. Видите, шаровая опора смещена больше к краю. Здесь меньше мяса, здесь больше мяса. То есть как будто она посредине. Это вот рычаг Febi. Это внутренняя шаровая. По наружу и рычаг одинаковая. Сейчас эту завальцовку ещё выбью. Сюда можно обычные шаровые прессовать. Мэйли-HD, они подходят. А эти нужно рассверливать. Как я уже говорил, расфрезировать. Вот это вот без проблем, думаю, расфрезеруется. Мясо здесь останется. А вот это неинтересно. Если по краю фрезеровать, совсем мало будет мяса. Можно чуть-чуть смещать сюда. Но это уже потом с фрезеровщиками пообщаемся. Пока эксперимент. Эти рычаги точно будут под реставрацию. На этом всё. Вот хотел этот момент уточнить. Шаровая, к сожалению, наверное, без маркировок всяких. Вот тут. Lymphörder оригинал. Это из Febi рычага. А может оно реставрировалось даже, не знаю. Но факт в том, что обычная шаровая, вот в 36-х такая шаровая E36. Только там ещё с скобой какой-то.